Благодарю вас, уважаемый господин председатель, коллеги, уважаемый генеральный секретарь. Хотел бы прежде всего поблагодарить итальянское председательство за организацию встречи, за атмосферу, которая располагает к взаимоуважительному диалогу и сотрудничеству. Эти ценности отражены в Хельсинском заключительном акте, который остается основой для межгосударственного общения и реализации положительной общеевропейской повестки. К сожалению, соблюдение его ключевых положений не всем по душе. Стремление добиться превосходства, узкая группа стран применяет методы шантажа, давления, угроз, не останавливается перед грубым вмешательством во внутренние дела. Поддержка госпереворота на Украине, беспрецедентное давление на Македонию, яркие тому подтверждения. Безоглядные расширения НАТО, наращивание потенциала альянса на так называемом восточном фланге, развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами – все это привело к кризису доверия в Евроатлантике. Новые риски создаются в связи с намерением Соединенных Штатов похоронить еще один международный договор о ракетах средней и меньшей дальности. Страны-члены Организации договора коллективной безопасности приняли сегодня в этой связи специальное заявление, которое распространяется в качестве документа ОБСЕ. Россия за то, чтобы обсуждать озабоченность не через мегафон, а профессионально. Мы поддержали инициативу Германии о структурированном диалоге по вызовам безопасности. Если мы удержим этот процесс в деполитизированных рамках, то сможем внести вклад в деэскалацию, подготовить почву для работы по контролю над вооружениями, усилить инструменты предотвращения опасных инцидентов. Ясно, однако, что для этого нужны регулярные контакты между военными, а вот их Запад заморозил и пока отказывается возобновлять. Ценим вклад ОБСЕ в борьбу с терроризмом, его пропагандой и финансированием, вклад в обмен информацией по иностранным террористам-боевикам. Важно повысить роль организации и в борьбе с наркоугрозой. Объединительный потенциал заложен в тематике экономической взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов. Платформа кооперативной безопасности, напомню, принятая ОБСЕ по инициативе Евросоюза, хорошая основа для контактов между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. К сожалению, деградирует ситуация в право-человеческой области. Идет наступление на свободу средств массовой информации, языковые, образовательные, религиозные права. В странах ЕС, Латвии и Эстонии сохраняется позорный феномен безгражданства. На Украине принимаются законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, во всех сферах жизни. При этом Киев обещает послабление, но только для языков стран Евросоюза. Показывая тем самым, что его цель – дискриминация, а еще лучше – уничтожение русского языка, на котором разговаривает, напомню, большинство граждан Украины. Надеюсь, что страны Евросоюза хорошо понимают этот замысел, грубо нарушающий не только международные обязательства Киева, но и Конституцию Украины. Все это требует незамедлительного вмешательства Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. Озабочено стремлением ряда стран зачистить информационные пространства от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой. Мы, судя по всему, идем обратно к цензуре. Журналисты подвергаются дискриминации во Франции, Соединенных Штатах, Великобритании, на Украине, в странах Прибалтики. Неприемлемы попытки формирования неких белых и черных списков медиаресурсов. На это обязан реагировать представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации. Мы внесли на рассмотрение нашего заседания проекты документов о защите языковых и образовательных прав национальных меньшинств и свободном доступе журналистов и медийных структур к информации. Поддерживаем декларацию по Средиземноморскому измерению ОБСЕ. Напоминаем о важности принятия декларации в защиту христиан и мусульман. Это остро необходимо в свете бедственного положения христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и усиление межконфессиональной напряженности в Евросоюзе. Из года в год подчеркиваем опасность переписывания истории, героизации нацизма. Уродливые формы это приобрело в частности в Латвии, где чествуют ветеранов в АФНСС. На Украине под знаменами той же СС происходит разгул национал-радикалов. Надеемся, что недавно принятая резолюция Европарламента о росте неофашистского насилия в Европе, в которой есть и ссылка на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, поможет членам Евросоюза занять принципиальную позицию в отношении подобных омерзительных явлений. Постребованы антикризисные усилия ОБСЕ. Ее представители при нашей поддержке координируют переговоры Киева и Донбасса в контактной группе. Работает специальная мониторинговая миссия на Украине, строго в соответствии со своим мандатом. Безальтернативной основой преодоления внутриукраинского конфликта остается Минский комплекс мер, выполнение которого, равно как и выполнение решения лидеров нормандской четверки, упорно саботирует Киев. Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию раскалывает общество. Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе. Мы поддерживаем усилие ОБСЕ в Приднестровском и Нагорно-Карабахском урегулировании, ее сопредседательство в женевских дискуссиях по Закавказью. Нельзя ослаблять внимание к Балканам. Напоминаем, что мандаты институтов и миссии ОБСЕ не предусматривают содействия евроатлантической интеграции стран региона. Надо эти мандаты уважать. Недопустимо участие Косово в мероприятиях ОБСЕ в качестве государства, потакании Приштини в ее действиях, нарушающих резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН. Ожидаем, что Евросоюз добьется от Приштина выполнения договоренностей, достигнутых ей с Белградом при посредничестве Брюсселя, включая создание сообщества сербских муниципалитетов Косово. Мы за то, чтобы продолжать реформу ОБСЕ, организации нужен устав, процедуры для исполнительных структур, порядок в наблюдении за выборами, в человеческом измерении, в кадровых и финансовых делах. Убеждены только на принципах взаимного уважения и учета интересов можно вывести ОБСЕ на ее, как говорится, проектную мощность и продвинуться к цели, поставленной саммитом в Астане, к формированию сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности. Главным ориентиром в нашей работе должны быть интересы людей. А они, люди, вопреки всему, укрепляют связи в сферах культуры, науки, образования, спорта, бизнеса, стремятся к мирной, безопасной жизни и не хотят конфронтации. Призываем не жертвовать интересами наших граждан ради геополитических игр, будь то в Средиземноморье или на Украине. В заключение хотел бы пожелать успеха Словакии как будущему председателю ОБСЕ. Спасибо за внимание.